Привет, ребята! Сегодня пятница, 2 октября, и сегодня очень важный день. Дело в том, что в 17.00 сегодня состоится мое первое занятие по польскому языку в Zoom. Если вы не знаете, я еще в июне месяце решила изучать польский язык. Ну, там есть свои причины, почему. И я дома пыталась это делать, и параллельно искала курсы. И, как оказалось, у нас, при моем университете, где я учусь, есть курсы польского языка, которые рассчитаны на два года и от нуля до уровня B2. И я сразу же в июне тогда написала преподавателю. Это первый раз, когда я так писала преподавателю в наглую. Типа, хочу у вас заниматься. Вот, и она тогда говорила, типа, напиши в сентябре, когда будет все известно, будет набирать на курсы или нет. Я написала еще раз в сентябре, она сказала, все хорошо. Вот, будешь заниматься, я тебе записала. Потом она мне скинула ссылки на учебники, учебные пособия, которые надо распечатать, потому что, ну, все-таки удобнее, она говорит, будет заниматься именно с распечатками, чем через компьютер. И занятия будут проходить два раза в неделю по пятницам и средам в 17.00, 17.00 до 18.30, полтора часа. Вот, и бесплатно, это все бесплатно для студентов Герцена. Вот, и единственное, что она сказала, что там за прогулы, за пропуски, за невыполнение занятий, ну, как бы в процессе могут отчислять, потому что, ну, никому не надо возиться. Я очень волнуюсь. У меня вообще полная проблема с иностранными языками. У меня просто паника начинается. Изучение немецкого породило во мне кучу комплексов, когда тебя называют идиотиной или еще что-нибудь такое, когда ты что-то выучишь, тебе ставят двойку, а когда остальные не выучили, им говорят, ну, что, в следующий раз пересдадите. Да, и такое, кстати, тоже было. То есть вполне себе ты учишь, приходишь, а к тебе говорят, ну, ты типа хреново все выучил, вообще ты тупень полная, вот тебе два. А твоим одноклассникам, которые не сделали вообще ничего, говорят, ну, ничего, всякое бывает, пересдадите в следующий раз. По-моему, учитель по немецкому языку, это был чуть ли не единственный учитель в школе, которому я не нравилась. Я не знаю почему. Ну, ладно, это сейчас не важно. Сейчас я буду изучать польский язык. Покажу вам кое-что. Это три папки с материалами учебными для занятий польского языка. Если вы думаете, что там по пару листочков, я сейчас покажу. Это все то, что мне понадобится на первый курс, наверное, на обучение, ну, первый год обучения поискому языку. Да, я так подошла основательно и все распечатывала. Но дело в том, что учебников, которые, ну, которым нам рекомендовали, их просто так не купить. И они в любом случае будут стоить гораздо дороже, чем то, что я распечатала у себя дома на принтере. Вот. И да, сегодня в пять часов. А сейчас одиннадцать часов, и я думаю пойти прогуляться. На самом деле у меня есть большая проблема. Сейчас вот просто огромная проблема. Я не могу нормально вставать по утрам рано. Дело в том, что летом я вообще без проблем вставала в семь утра. Вообще без проблем. Я просыпалась без будильника. То есть я его просто не заводила. Вставала в семь или в шесть, там, тридцать. Вот. И думаю, как же хорошо, как же здорово будет во время учебы так рано вставать. Здорово. Сейчас нет. Я вообще не могу утром проснуться. Вот сейчас, пятница, и я проснулась в десять-тридцать, что ли. Сейчас одиннадцать. Я уже успела позавтракать. Я сегодня, кстати, завтракала тыквенным пирогом. Настоящий американский тыквенный открытый пирог. Памкин пай. Я его сама готовила. Вот. Я вам покажу. Рецепт я сюда вставлять не буду. Он очень простой и невероятно вкусный. Если вы захотите приготовить там себе на осень какой-то осенний пирог, просто смотрите мое видео, я вам выложу буквально двух-трехминутное видео о том, как его готовить. Ну, просто, чтобы это видео не захламлять. Так. А сейчас вот, что мы будем делать. Одиннадцать часов. В пять начинается польский язык. Я уже должна быть здесь, сидеть. И надо подготовиться к польскому языку. Я очень волнуюсь. Ну, не знаю, там алфавит выучить по-быстрому. Вообще, посмотреть, чего да как. Я думаю, что где-то в два часа я уже должна начать. Ну, три часа подготовку хватит. Я не знаю, нам вроде как ничего не задали. Ну, я всегда такая внимательная, конечно, что я могу просто пропустить задание. Но вроде бы ничего пока что не задали. Посмотрим. Вот. И мне надо пойти сейчас прогуляться. Надо. Дело в том, что я стараюсь в день гулять, ну, где-нибудь 80 километров. Это не то, чтобы сложно. На самом деле, у меня от моего дома до станции метро Купчино. Четыре с половиной вроде как километра. Я по Яндекс-картам мерила. Вот. Туда-обратно как бы уже 9, пока ты там по магазинам шляешься. Ну, в любом случае 10 километров ты проходишь. Это именно в легкую, то, что не напрягаясь. Вот. Потому что за время карантина, пока ты там сидишь дома, как-то ты этого не ходишь. А я сейчас спортом особо тоже не занимаюсь. У нас зал вот на Ярослава Гашеком. Сейчас закрыт бассейн там из-за того, что дети в бассейне там хлорка или чем-то таким траванулись. Их в реанимацию везли. И сейчас этот бассейн, в общем, закрыт. Ладно. Какие планы? Иду сейчас в Купчино пешком от своего дома, дабы набрать эти километры. И захожу в Леонардо. У меня здесь список просто. Мне надо в Леонардо купить бумагу для коробок и подарочных пакетов. Мы будем с вами делать новогодний DIY. Потому что я за свою жизнь столько подарочных коробок сделала, что думаю, надо показать. И пакеты подарочные тоже. Потом мне надо зайти в буквоет и купить тетрадку. Я хочу изучать историю польскую. Историю Польши. Дело в том, что у нас в университете Польшу, да и не только в университете, в школах Польшу, историю Польши изучают только в аспектах их взаимоотношений с Россией. То есть Речь Посполитая, война, вот это Ливонская война. Либо раздел Польши, вот эти три раздела Польши. И не изучается история самой Польши. Ну, это и не обязательно, конечно, это и не должно. Но мне интересно это. И я бы хотела изучить историю Польши самостоятельно. Мне нужна для этого отдельная тетрадка, чтобы там что-то, выписки какие-то себе делать. Поэтому надо купить вот эту тетрадку в буквоете. Вот когда заканчивается сборок в школе, вот эти вот сезонные, знаете, распродажи школьной канцелярии во всех магазинах, школьную канцелярию становится очень тяжело где-то приобрести. И только в специализированных магазинах. То есть сейчас в Ленте, в Окее, там пара тетрадок каких-то есть и всё. А мне нужна прямо толстая, большая, с хорошими клетками, чтобы они были светлыми. Вот. Поэтому буквоед. Ещё в буквоеде надо купить тетрадку для моей коробки. Вы знаете, я люблю эту книжку. Книжку Хёгин. И, в общем, там такая прикольная идея была, что надо завести свою Хёгин-коробку. То есть коробка скорой помощи. Вы туда собираете определённые вещи. Там есть список, но я тогда некоторые коррективы внесла. Вот. И когда вам становится вот прямо, особенно нужна какая-то, как подзарядка или успокоиться, или ещё что-то, вы достаёте эти коробки, а там есть всё необходимое. Вот для этой коробки нужна ещё тетрадка. Ну, видимо, чтобы какие-то записи там делать. А у меня нет лишней тетрадки. Вот. Поэтому, да, тетрадку надо купить. И я думаю, ещё фикс-прайс забежать надо будет, потому что... Ну, мне там ничего не надо, но вдруг там уже привезли новогоднюю бумагу. А мне она прямо очень сильно нужна уже сейчас. Мне надо адвет-календарей сделать. Дофига адвет-календарей надо сделать. И для этого мне нужна упаковочная бумага. Вот. А в фикс-прайсе она дешёвая. Там что-то, что ли, три штуки на 70 рублей или на 50 рублей. Вот. И она там бывает очень даже симпатичная. Потому что обычно в магазинах бумага упаковочная стоит 100 рублей с рулоном. Это дорого. Ну, ладно, когда тебе один рулон нужен купить, это недорого. Но когда тебе надо для, не знаю, 20 человеком сделать подарки, это дорого. Вот. Ладно, пойду собираться. Времени мало. И пойду я, конечно же, пешком. Вот. Буквоед, фикс-прайс, Леонардо. Идём. Идём. В общем, пришла я домой. И тетрадки не купила, никакие ничего не нашла. Купила бумагу, цветной картон, цветной картон. И сейчас 3 часа. Через 2 часа у меня начинаются занятия. И я достала учебник по польскому языку. Это как раз... Я здесь отметила, что здесь только первые 100 страниц учебника. Остальные две папки, они стоят здесь. Ещё есть ключи к заданиям тоже. Не знаю пока, как это всё организовать. Всё как-то очень сложно. Вот. Вообще на курсах как-то очень странно. Я никогда не занималась онлайн-курсами. Вот. И страшно. Действительно страшно. Я так и не поняла, задали нам что-нибудь или нет. Потому что вот я сейчас читаю. И написано «С новым учебным годом вас всех». Ну, учебным. Первое занятие в группах экономического университета. Пройденный материал и домашнее задание. Мы не экономический университет. Мы, Герцена. Видимо, это не к нам. Ну, я так по крайней мере подумала, что это не к нам. И потому что там написано «Пройденный материал и домашнее задание». У нас ещё нет пройденного материала. Вот. Поэтому я подумала, что это всё-таки не к нам относится. Там целый первый урок как раз. Это вот первые 15 страниц отсюда. И я ничего этого не делала. Вот опять я думала всё заранее начать. Всё хорошо делать. А вот по факту. Ладно, посмотрим. Буду сейчас сидеть, что-нибудь попытаться сделать. Послушаю. Лекции какие-нибудь. Ну, чтобы хотя бы к польскому языку привыкнуть. У меня тут чай. Вот я же занимаюсь. И, кстати, польский язык – это ладно. А, сразу. Что у нас по учебе в университете? Как я и говорила, нам дали временное исправление. Только гораздо больше времени, чем я ожидала. Я думала, что нам, ну, где мне сессии время дадут исправить всё. А по факту оказалось, что гораздо больше. То есть до весны. У меня нет долгов за третий семестр. А за третий семестр надо сдать долги в декабре. То есть не до декабря, а именно в декабре. Вот мои долги за четвёртый семестр мне можно будет сдать только весной. Ну, я не знаю ещё в каком месяце. Весной. Вот, поэтому у меня очень много времени не спеша готовиться и сдавать свои долги. Два, две курсовые работы, которые у меня в долгах сейчас числятся. Вот, я их могу тоже только весной сдать. Но я смогу их сейчас писать. Вот, но одна курсовая работа, которая ещё не долг, и её надо сдать вот до декабря, я буду её как раз сейчас писать. И сразу вам покажу Шекспир. Казалось бы, при чём тут Шекспир? Но, я не помню, говорила или нет, моя первая курсовая работа по всеобщей истории звучала так, сравнение образа Юлия Цезаря в античных источниках и в произведении Шекспира, ну, в 1599 года. В общем, это как раз очень интересная тема в плане того, что как выглядит образ человека, ну, вот, недавно, когда это всё делалось, ну, относительно недавно, то есть это и Цезарь сам про себя писал, и Плутарх, и Цицерон, кстати, про Цезаря писал, и Светоний. Но это, конечно, уже гораздо позднее было, но тем не менее. И как выглядит этот человек, его образ в, допустим, в 16 веке, то есть Шекспир был из 16 века. И хоть он и готовился по Плутарху, то есть писал свои произведения, опираясь на сравнительные жизнеописания Плутарха, но тем не менее, Цезарь у Шекспира в произведении, собственно говоря, Юлии Цезарь и Цезарь в античных источниках — это два совершенно разных человека. Вот, то есть почему так? Это из-за того, что время было другое, и подход к этому был совсем другой. И героем в 16 веке в Англии, в такие предреволюционные годы, скорее был Брут. Да, Брут, который убил Цезаря, потому что монархия стала очень душной, как вы знаете, в первой половине 17 века в Англии началась череда революций, славная революция в Англии, ее называют еще. И до этого как раз свержение убийства Карла I. Поэтому свержение монархии — это было благом. И Цезарь там показан так себе. Сейчас, за этот семестр, чтобы не делать долги, не собирать, я напишу курсовую работу по Кореолуну. Не знаете, кто это такой? Хотя, может быть, фильм смотрели, я вот не смотрела фильм, я только из истории Рима знаю. На самом деле, очень интересный персонаж. Это из древней истории Рима, именно древний. И источников по нему немного сохранилось, и вообще немного чего по нему писали. Но, тем не менее, здесь вот у меня как раз есть Кореолуну, драма Шекспира, хотя это трагедия, если считается. Вот, как раз Кореолуну. И я буду читать, готовить потихонечку курсовую работу, и я ее успею ждать, ну, за этим несколько месяцев. А над историей России я пока не работаю, просто потому, что у меня все равно ее не примут до весны. То есть я буду ей заниматься, но я пока буду делать то, что еще не стало моим долгом, скажем так. Ладно, буду читать польский, вернее, слушать польский и что-то пытаться пометь там. А вот это, кстати, карта Польши, самая настоящая. Я когда была в Варшаве, там были путеводители разные, и вот эта вот карта Польши как раз с путеводителем. Ну, то есть я ее просто взяла, вставила в рамочку, и она без стекла, там можно какие-нибудь вставки делать, вот, не знаю, здесь же сейчас сижу и жду конференцию. Через пару минут войду. Чай, чтобы пить, когда горло пересохнет, батончик из Фикс Прайса. Сегодня как раз купила. Вот это учебник. Первые 100 стройниц учебника, мы по ним будем заниматься. Это какие-то ключи к учебнику, вот это вот конспект, тетрадка. И еще две тетрадки. Как видите, сижу, жду. Вот там вот бутылочка, вот эта вот бутылочка, вот эта, это вода. Она у меня всегда стоит. А вот там, кстати, коробки, вот здесь вот ящики. Это все для съемок видео, которое будет на тематику осени и все такое. И, конечно же, Сэм. Сэм всегда со мной. И упаковочная бумага. Ну, вот так выглядит мое рабочее место. Телефон я, наверное, сейчас выключу и снимать, ну, скорее всего, не буду, потому что я буду занята польским языком. Я вам уже постфактум скажу, как все прошло. Надеюсь, все будет хорошо. У нас только что закончился польский язык. Сейчас 6.30. И, ну, на самом деле, удаленно заниматься очень интересно. Ну, в том плане, что как-то эмоционально спокойнее. Ты дома со своими материалами сидишь. И мне как-то нормально было. То есть, если бы я, наверное, сидела в аудитории, вот прямо сейчас, я бы вся раскрасневалась, разволновалась. И у меня бы перехватывало дыхание, когда я что-то отвечаю. У меня всегда так на иностранном языке, когда я сижу, я даже, если знаю, я начинаю сразу пропиться и задыхаться. Вот такая вот у меня паника. И у нас следующее занятие будет в среду. В среду в 5 часов. И у нас уже есть домашнее задание. Это почти целый первый урок по нашему учебнику. И много чего надо учить. И еще я поняла, что мне надо поискать прописи для писанина. Потому что мы будем тоже учиться писать. И здесь многие буквы очень непонятно пишутся. Вообще непонятно. В общем, надо сделать будет 10 заданий. Само собой авторитую учить. И здороваться. Что тут сказать можно? День добрый. Это здравствуйте. Як пани мана имя? Як пани мана имя? Як пани мана имя? Как вас зовут, если к женщине обращаются? Як пани мана имя? Как зовут пани? И если к мужчине, як пан мана имя? Как вас зовут? Ну, если к мужчине обращаются. Вот. И ман на имя Юля. Ну, Юля там нет. И у меня, по-моему, Юля по-польски это Юлеска. Юлеска. Мана имя Юлеска. Милами. Милами. Очень приятно. Это когда здороваются. Милами. Милами. Милами тэш. Милами тэш. Милами. Очень приятно. Милами тэш. Мне тоже очень приятно. И братзо ми. Братзо ми мило. Мне очень приятно. Ну, в общем, да. У меня пока еще настолько... Все. Ну, первый урок. И я так сразу проговорила. Я потом буду пересматривать это видео с первым польским языком. Вот. Я думаю, может быть, мне завести отдельно канал, где я буду просто говорить по-польски. Ну, не для вас, а вообще для себя, где я просто буду разговаривать, выкладывать, и все на польском. И потом, наверное, интересно будет смотреть свой прогресс какой-то. А я сейчас пойду ужинать. Мой батончик так и не съеден остался. Я так волновалась. Даже Дениса из комнаты выгнала. Ну, у нас одна комната на двоих, где мы сидим, занимаемся. У него здесь стол. Но дело в том, что у него жутко шумная клавиатура. Вот. Прямо жутко шумная клавиатура. И я попросила у него посидеть на кухне, пока я тут занимаюсь. Вот. Сейчас я поняла, что это не мешает, потому что я в наушниках. И, в принципе, слышала преподавателей и других ребят. На самом деле, там столько взрослых, гораздо старше меня. Вот. И нас там было 25 человек сейчас. Вот. Поэтому в следующий раз я, наверное, не буду угонять Дениса. Хотя у него уже к тому моменту придет нешумная клавиатура. Вот. До чего довела, называется. Ладно. 6.30. Первый урок прошел. Не так страшно было, как казалось, как я ожидала. В общем, ладно. Пойду ужинать. Сегодня был такой насыщенный день. Вернее, как насыщенный, ничего не сделал, кроме как позанималась польским языком. Но это было очень эмоционально, так напряженно. Поэтому с первым польским языком меня. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова А.Егорова